Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня видосик будет про Creations of Scenario в Роблоксе, и рассказывать я буду про LSS Event. Это такое событие, которое длится в течение нескольких недель, вообще месяца, 4 недели он длится. И я его прошла, причем 100%, и сегодня я расскажу вам о том, как я его проходила, что для этого мне потребовалось, сколько нервов было на это потрачено и сил, ну и всякие лайфхаки для его выполнения. Так что давайте начнем. Как вы можете заметить, у меня есть существо за 50% пожертвования данному ивенту, но у меня есть и Новус Варден, который дается за 100% пожертвования в ивент. Причем вот даже могу показать, что действительно у меня он есть в библиотеке. Вот Диалатура, если я правильно сказала, и у нас внизу здесь, где вот он Новус Варден. Да, так что это не на одну жизнь существо, а именно вид в моей библиотеке. Итак, давайте же пойдем погуляем немножко за Новуса Вардена, и я вам расскажу, как же я выполняла данные достиженьки, задания в этом ивенте. Если что, нахожусь я сейчас на своем личном сервере, который я создаю периодически для выполнения разных ивентов, сборов, всяких душ, вкусняшек, ну и все, что нужно для сбора определенной валюты каждого ивента по времени года. Итак, давайте же начнем. У нас есть Егдуракстикс, Аурарон, Валькирия, Главаукус и Энджелик Варден. В течение этих четырех недель нам открывались эти задания постепенно. В первую неделю нам открылись сразу три вот этих существа, потом открыли Главаукуса и потом вот этого Ангела Вардена. Ну и вот сейчас пошла четвертая неделя, насколько я помню, и нам дали возможность просто довыполнять все невыполненные задания. Ну а те, кто уже все выполнил, просто получили вот два вида за пожертвования. Значит, сразу расскажу о пожертвовании. У меня оно сделано максимально, стопроцентно, и я это все делала с помощью доната, потому что грибов у меня в кошельке не имеется таких безумных количеств, сколько требовалось. К примеру, были суммы в 100 тысяч, 200, 300, насколько я помню, тысяч пожертвований, это грибов, вроде бы. Но, если честно, я потерялась во всей этой системе, то есть вообще вот мне пишется, что я выполнила 289,17%, то есть мне кажется, я даже сильно перевыполнена. Вот с этим пунктом я немножко запуталась, и может быть мне не стоило остановиться, но нигде четко я не находила информации о том, когда же дадут существ. Я думала, что если я пожертвую 50% и 100%, вот где-то здесь у меня отметка была, здесь уже писала, что я выполнила на 100%, по-моему, а нет, 50, там 50 с чем-то было все-таки, да, вот я вспомнила. Я не знала, почему мне не дают существ, ведь я все выполнила, но в итоге я потом начала прыгать по серверам и узнавать уже непосредственно у игроков, что же нужно для получения существ. Вот, было сказано, что подождать субботы, обновления, и после этого мне их всех как раз и выдали сразу, как только я вошла в игру. Итак, Йогдрагстикс. Чтобы выполнить данные достижения, нужно проходить, пролететь, проплыть 50, 70 и 50 тысяч шажочков. Ну, расстояние, статус я буду переводить как расстояние. Для того, чтобы быстренько пройти 50 тысяч расстояния, я использовала... Да, наверное, все-таки давайте перейдем в меню, я буду показывать, какими существами я что выполняла. Я думаю, так будет вам проще для восприятия. Итак, 50 тысяч пробежать наземным существом. Для этого я брала одного из своих старых любимых существ, модельки. Сейчас уже это мне моделька не так сильно, правда, нравится. Это для того, чтобы быстренько пробежать эти 50 тысяч, я брала ферраха. И желательно, пока он еще маленький, он бегает супер быстро. И данное достижение я, по-моему, выполняла именно этим существом, феррахом. Далее, 70 тысяч расстояния нужно пролететь. Для этого я брала наше летающее любимое существо, которое является фотовором. Это Бриквик. По-моему, так он называется. Он, по-моему, самый быстрый по полетам. Очень быстро летает. И я вот не помню, что быстрее. Он быстрее парит или быстрее летает. В общем, птица нереально с огромной скоростью передвигается по всей карте. И благодаря этой птичке тоже быстро выполнена данную ачивку. Следующее, это проплыть 50 тысяч расстояния за морского существа. Ну, то бишь, да, у нас проходить, пролететь и проплыть. Но именно определенными существами. Для этого задания я брала свое любимое морское существо. Это Койбиси. Очень долго не могла его получить. Видите, в итоге потом я его, кажется, выкупила. Или нет, или он мне все-таки выпал. Очень сильно хотела этого морского коня. Вот благодаря этому единорожку морскому я выполнила быстрое достижение. Точнее, ачивку проплыть. Эти 50 тысяч. Потому что, по-моему, в воде он самый быстрый. Да, его невозможно догнать. Поэтому, если у вас не лагает компьютер, и вы хотите быстро от всех уплывать, то берите вот данное существо. Так, и последняя ачивка из данного достижения по получению Йогдуракстикса. Это за любое существо, получающее баф статы, бустер, вырастить до 100. Каждый день, два раза в день, с разницей в несколько часов, у вас появляется существо, которое получает баф на буст по характеристикам. Оно обозначается вот таким либо желтым, либо белым плюсиком, когда как. Вот стат буст написано. В данный момент это кендилл. Вы должны просто его вырастить до 100%. И вам не засчитают, по-моему, если вы будете выращивать данное существо три раза подряд. Нет, вам нужно именно три разных существа. То есть, допустим, вы утром зашли, вырастили одного. По московскому времени, после часа он обнуляется. Вот сейчас, к примеру, через сколько? Вот, через три с половиной часа он сбросится. И будет следующее существо. Вы это следующее существо выращиваете до 100%. И, наверное, уже на следующий день, к примеру, я лично так делала, вы выращиваете утром еще одно третье существо и все. После этого вы с легкостью получаете в коллекции драстикса в виде вида. Да, то есть у меня он есть. В самом низу, по-моему, да. Вот. У меня вот все существа выполнены, все у меня есть. Следующее у нас это получение ауророна. Нужно выпить 1000 единиц воды за существа первого и второго тира. Советую сравнивать все тиры существ в базе сонари. В браузере очень помогает, потому что иногда бывают некоторые косяки. К примеру, есть тут одно существо, которое почему-то прописано на сайте одним тиром, здесь по факту другим тиром. Поэтому нужно иногда пробовать. Ну, в общем, как же быстро нам выпить 1000 единиц воды? Советую попросить помощь у друга, чтобы он привел своего хила. И вы должны зайти за существо, которое должно быть хищником и кушать мясо. Вы просто идете, накапливаете много мяса, ждете, пока оно испортится. И плюс это существо должно желательно быстро голодать. То есть идеально это выполнять вообще в голод или на морозе, чтобы у вас быстро спадал этот голод, быстро передвигаться. Я не знаю, что еще может помочь снизить ваш... А, нет, нет, все, для воды нужно выпить. Все, я уже отошла от темы. Выпить, да, вам нужно, значит, друг хилл и много испорченного мяса. И существо мясоед первого-второго тира вы начинаете есть вот это испорченное мясо. От этого у вас в ноль начинает падать жажда. Ваш друг вас хилит, здоровье вы не теряете. Но вы наедаетесь. Вы начинаете много пить, подождете, у вас должен сброситься голод, там немножечко совсем. Опять вы начинаете есть это порченное тухлое мясо. У вас очень быстро спадает жажда, вы опять просите друга вас похилить. Благодаря такой системе вы быстренько набьете вот эту тысячу. Я лично не помню, кем я это выполняла, потому что от первых трех существ я вечно как-то наобум делала. А вот уже потом нашла некую систему быстрого выполнения всех этих заданий. Так, съесть 10, съесть 1 тысячу единиц еды за морское существо. Опять же вам нужно существо, которое просто будет очень быстро терять голод. Здесь не показано какого тира, это будет вашим плюсом. И желательно, значит, в максимум, просто в ноль тратить вашу еду во время голода и любого другого эффекта погоды, который снижает ваш аппетит. И потом просто его наедать. Тут, кстати, тоже вы можете это делать либо за любое существо мясоеда, либо за травоядного. Вырастить 10 существ третьего тира морских до 100%. Здесь, в этом случае, у вас нет вот этого ограничения, как с существами, которые получают буст характеристик. Просто 10 существ нужно вырастить. Насколько я помню, я тоже выращивала просто коеписи из всех морских. Он вырастает быстрее всех, по-моему, за полчаса. Да, так что 10 раз мы выращиваем коеписи. Просто 10 раз подряд. Можно ничего не ожидая. И также задание связано с характеристиками трех любых существ со статами бустет. Это убить взрослым существом. Вот это, если честно, я забыла. Я просто... Там нужно было убить существо, по-моему, взрослое. Или нужно было своим взрослым существом убить любое существо с бустером. В принципе, это тоже одно из самых легких. Особенно, если вы это делаете вместе с другом. Ребят, если вы выполняете все эти задания с вашим другом, поверьте, скорость выполнения повышается в 50 раз. Итак, теперь давайте посмотрим, как же делать валькирию. Да, по поводу ауророна. Я очень о нем мечтала. Я его не покупала. Я не хотела на него копить. И вот, пожалуйста, я его получила совершенно бесплатно за задание, как и валькирию. Это две моих самые безумные хотелки были. Итак, валькирия. Вырастить 10 существ третьего типа воздушных до 100%. Тоже, вот просто смотрите, какое существо у вас является по базе. Можете посмотреть, кто быстрее всего вырастает. Почему я говорю по базе? Потому что у меня почему-то в Роблоксе не отображается в сценарии, сколько минут растет существо. Я могу нажимать абсолютно на любое существо. И мне не показывается, сколько оно растет. Написано просто минут. А сколько, я посмотреть не могу. Поэтому, да, я все это смотрела по базе. Мне было очень неудобно все это делать. Вот, просто, да, вырастаете самое быстро растущее воздушное существо третьего. Обязательно третьего тира до 100%. По-моему, это сачуры. Но я могу ошибаться. Загнездите 10 раз существ во время весны или цветения вишни. Тоже очень удобно, если вы играете вместе с другом. Или же, если вы играете вместе с друзьями. Просто пусть берут, к примеру, кивина. Вы в течение всего года создаете гнездо. В этом гнезде держите 3 яйца. Держите их вплоть до весны или до цветения. И как только оно начинается, вы начинаете приглашать в гнездо абсолютно всех. Вы можете просто приглашать одного и того же человека на все 3 яйца. Это засчитывает. Поверьте, я так делала. Вот, тоже, в принципе, выполняется очень быстро. Отхильте 10 тысяч здоровья любому игроку. Для этого желательно уже несколько ваших друзей, к примеру. Или же, если у вас есть несколько аккаунтов, то, в принципе, тоже можете так делать. Вы идете хилом. Другой человек идет существом, которого будут грызть. И третье существо, которое будет его кусать. А вы просто хилом должны быстренько его лечить. Но в случае с этим вам обязательно нужно быть... Если есть человек, который кусает в группе или, я не знаю, как-нибудь, нужно мониторить хилку состояния здоровья человека, которого кусают, чтобы существо случайно не погибло. Это очень важно. Иначе все расстроятся и придется либо брать другое существо, либо ждать, пока вырастет следующее. Нужно существо, у которого очень много здоровья. Да. Тоже выполнилось быстро. Если вырастите 3 существа с... А, так, любым существом, который имеет стат на характеристики бустат, пройти 10 тысяч шажочков. Но все это очень, в принципе, просто. Тоже очень быстро все это выполняется. И вот самое веселое, это глава окус. Раньше, до того, как вышел вот этот вот ивент, мне с вулканами везло постоянно. Я постоянно на них натыкалась. Ну, как только появился глава окус, мне стало жутко не везти. Значит, что же нужно сделать, чтобы получить данное существо? Получите полторы тысячи единиц от огня. А, нет, нанесите. Да, и отхильте. Да, тут абсолютно два одинаковых задания. Только одно подразумевает, что вы должны наносить полторы тысячи единиц огня, а другое, что вы должны получить эти полторы тысячи единиц огня и их себе отхилить. Значит, как я это делала в задании? Во-первых, да, мы это делали втроем. Значит, я была человеком, который либо наносит, и который либо получает урон. Человек, который хилит, и человек, который тоже либо наносит, либо получает. В случае с нанесением урона мы выполняли это задание. Самым идеальным существом, с которым мы выполняли данное задание, по нанесению уронов от огня, это был ферранили. Вот такой вот чиль, я его называю. С его помощью все это очень быстро наносится, быстро накапливается, и вообще все замечательно. Советую его, если он у вас есть. Если нет, то посмотрите любое другое существо, которое тоже может хорошо наносить урон от огня. Дальше, значит, существо вылечите полторы тысячи единиц от огня. Нужно их отхилить. Это задание нужно выполнять исключительно морскими существами, чтобы урон наносился мало, и он быстренько спадал. Я выполняла данное задание сиурадоном. Просто подплываете к берегу, остаетесь в воде. Один человек, который, допустим, за ферранили, вас поджигает, и еще один человек хил, вас хилит. Идеальная комбинация, тоже достаточно быстро. Ну, вот данные пунктики, ачивки, мы выполнили дня за два, наверное. Возможно, если вы очень сильно любите сонарий, прям засиживаетесь в нем, это реально сделать за один день вот эти две ачивки, но мы их все-таки растянули, и просто вот половину каждой ачивки в один день, половину в другой. Ну, за два дня где-то я это и выполнила. Четвертое. Переживите четыре вулканических извержения. Как же это сделать, чтобы не ждать все восемь часов на вашей карте и мониторить? Все очень просто. Вы начинаете любым существом... Любым существом? Нет. Вы начинаете, в принципе, прыгать по серверам, быстро летать, лететь до вулкана. Советую, опять же, брать для этого нашу любимую птичку Брекуика, которая очень шустрый в воздухе. Летите до ближайшего, единственного на всю карту вулкана, смотрите его состояние. Если он находится в последней фазе перед извержением, проживите там целый сезон и получите свое извержение, которое засчитается. Потом, как только извержение закончится, прыгайте опять по серверам, находите следующий сервер, на котором тоже почти готовый вулкан, в последней, получается, стадии. Если все окей, тоже живете там целый сезон и получаете свое извержение. Но в случае, если вы нашли сервер, вы к нему подключаетесь, заходите за существо, и вы попали в момент, когда уже идет извержение, ребят, я вынуждена вас огорчить, в этот момент вам ничего не засчитается. То есть, когда вы подключаетесь на сервер, а извержение уже началось, неважно, когда в первую фазу, во вторую фазу, или даже в промежуток между фазами, вам это не засчитает. Нужно именно застать, когда только-только начнется баф на всю карту, точнее, дебаф, что извержение началось. Только в этом случае вам засчитают выполнение данной ачивки. И четвертое. Любым существом со статами характеристик, буста, получите пять разных бафов за сезон. В общем, как это выполняется, да, я могла вообще неправильно перевести. Просто берете любое существо, хоть кивина, сажаете его на карту и ждете. Вы должны на своего персонажа получить пять сезонов. Это может быть, значит, кроме лета, осень, зима, весна. Есть еще у нас голод, засуха, да, вот. И что-то из этого вы должны получить. В общем, просто проживите целый цикл на карте, возможно, целых два цикла, и вам засчитают это все на одно существо. Опять же, здесь не работает, что вы можете одним и тем же существом со статами, бустом на статы, прожить четыре раза. Нет, вам нужно четыре разных существа, которые раз в несколько часов обновляются и даются на другую. Вот. Все, это мы все сделали. Дальше идет просто бог, ангел Варден. Здесь тоже очень интересно, как же его получить. Нужно вырастить десять Варденов. Любых десять раз подряд ограничений нет. Если вы везунчик и у вас есть существа с Хэллоуина, просто берите Гара Вардена. Гара Варден быстрее всех растет за полчаса. Просто его выращиваете десять раз подряд, и вам это будет засчитывать. Но если вы играете с другом, то... И у него нету Вардена, к примеру. Если у него нет Вардена, он вообще это ничего не выполняет, то вы вырастились своего Вардена, вам засчитали. Перекидывайте этого Вардена. Обязательно создавайте самца, иначе не сможете перекинуть его. Перекидывайте его своему другу. Друг заходит, вы его съедаете, вам засчитывает. Вот так я выполнила все эти десять раз. Ну или вы можете это делать, если у вас есть еще один аккаунт с телефоном, допустим. Так что, все вот это выполняется, в принципе, вообще за один день. Вам нужно только десять раз вырастить вашего Вардена, десять раз его же скушать и все. Так. Здесь полторы тысячи Poison and Bleed Combinates. Нужно нанести. Значит, я брала, чтобы не мучиться и не страдать. Опять же, нужны три человека. Я наносила урон базели. Вот у меня есть базели. Я наносила им урон. Мне защитывалась, по-моему, как кровотечение. И очень долго думая, кому же наносить урон, потому что у всех крупных существ, прям вообще габаритных таких, у них защита от кровотечения. Поэтому у меня на телефоне повезло, была сторка... У меня была сторка лура. Да, вот. У меня была сторка лура выращенная. Я, значит, за базели кусала луры и хилил лура. Вот так вот я и выполнила вот это вот задание на полторы тысячи нанесений либо яда, либо кровотечения. И последнее задание. Значит, любым существом, имеющим буст на статы, нанести пять тысяч дамага. Ребят, самое смешное. У меня выпало один раз, что я должна нанести эти пять тысяч урона. Мне кажется, одним из самых мелких существ, которые вообще можно было бы представить, я наносила пять тысяч урона миком. В какой-то день он получил буст. И вот этим вот очаровашкой нужно было нанести пять тысяч урона. Причем наносила я эти пять тысяч урона... Грамусу... Да, Грамусу я наносила. То есть вот этим вот я наносила урон вот этому вот. Да, и я наносила со своего другого аккаунта. Прежде чем кусать, советую договориться с человеком. Значит, в этом случае, когда я мурком наноси... А, миком. Когда я миком выполняла задание на нанесение урона, вы, в принципе, можете начинать кусать с самого его рождения. Но если вы кусаете, и он уже взрослый, вы смотрите, сколько он наносит урона. Допустим, двадцать три. Вы вот эти пять тысяч делите на двадцать три. И в итоге, в общей сумме, мне пришлось нанести где-то двести пятьдесят укусов, чтобы выполнить это задание. И если честно, вот так вот рассчитав, сколько нужно кусать раз, это облегчает вам жизнь, чем просто бесцельно нажимать бесконечное количество раз. И еще какое-то существо было маленькое, которое тоже нужно было мне им кусать. Я тоже просто всегда пять тысяч делю на максимальный урон от этого существа. Вот так вот я и выполнила вот эти вот пять раз. Но не забывайте, это нужно делать обязательно существом, который имеет буст на характеристики. То бишь, ну, два раза в день это два существа. Ну, я это, получается, делала два с половиной дня. И все. Я сделала вот таким образом все эти задания. Я надеюсь, данное видео поможет тем, кто, может быть, все еще пытается это доделать. Извиняюсь, что оно вышло таким долгим, но надеюсь, оно было для вас полезным. Если у вас были другие лайфхаки, как вы выполняли данный ЛСС-ивент, пишите о нем. Я обязательно почитаю. Мне тоже очень интересно. Я впервые попала на этот ивент. Он мне очень понравился. Я довольна. Я получила всех существ. Хотя, если честно, я думала, что получу только Аурароны, Валькиру, и все, и больше ничего делать не буду. Но моя душа коллекционера, которая живет где-то у меня глубоко внутри, не дала мне возможности отказаться от бесплатного получения остальных существ. И, кстати, да, забыла сказать. Просто у меня не было такой проблемы. Каждая ячейка имеет ограничение на процент коллекции ваших существ. В этом случае, когда вы открываете глава Аукуса, вам, по-моему, говорят, что у вас должно обязательно быть 50% всех существ, именно видов. А в случае с Ангелом Варденом у вас должно быть более 75% всех существ коллекции. Но у меня такой проблемы не было. У меня всегда все шло очень гладко, потому что, как я сказала, я коллекционер. Ну, плюс еще донатила. У меня, правда, не все донатные существа, а только те, что мне нравятся. Но, как видите, существ у меня действительно много. И я их выбивала чаще всего сама только. Наверное, штучек 10 покупала у знакомой, у которой были дубли. А вот тех существ, которых у меня нет в коллекции. Да. Так что вот так вот это все было очень интересно, очень увлекательно. На этом видео подошло к концу. И, надеюсь, оно вам понравилось. Не забывайте заходить выполнять задания, копить грибочки и крутить новые гачи-существа. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...